Че, Макс, как дела? Ничего, нормально. Как ощущения? Ощущения великолепные. Великолепные? Да. Ты доволен своим результатом? Да, конечно, доволен. Сколько толкнул? Покажи вот бумагу. Толкнул 2070. 2070. Скажи вот людям, которые не понимают, что такое толкание ядра. Это много или мало? Это больше, чем вот вчера вы пиарили парня, который пробежал из 8 минут. То есть это круче? Конечно, я посмотрел даже таблицу вчера. Это как примерно 20, 19, 50 или даже 19, 10. То есть если бы Вова Никитин толкнул ядро. Не, Вова Никитин, я говорил про восьмого парня, который из 8-го выбрал. А, Искандер. То есть ты бы толкнул Искандера просто? Просто на изи вообще выкинул бы. Ладно, тебе цветы подарили. Что будешь с цветами делать? Кушать. Все, кузно? Да, не очень. Ладно, как сезон зимний? Ну потихонечку начинаем набирать обороты, нормально. Надеюсь, что к Европе растолкаюсь, еще смогу добавить. Я слышал, что Европу не оплачивают, то есть Маша Аглицкая едет за свой счет. Многие едут за свой счет. Абсолютно верно. Ты поедешь за свой счет? Ну я не знаю на самом деле, потому что в том году я съездил на чемпионат мира в Бирмингем, травмировался, плюс еще и деньги 80 тысяч потратил и ни копейки не вернули мне. То есть ты поедешь только если будут гарантии? Конечно, конечно. Зачем-то говорить, что оплатят, а на самом деле никакой ничего. Сколько будет стоить поездка? Ты прикидываешь примерно? У меня вот два старта, чемпионат Европы в помещении и Кубок Европы по длинным метаниям. Ну примерно и туда и туда надо где-то 160 тысяч. То есть это суммарно 160 или? Да, суммарно. Окей, а визу ты будешь делать на всякий случай хотя бы? Ну опять-таки визу на Кубок Европы я сделал, ну вернее подал документы, потому что там подешевле получается. А на Европу сейчас будет зависеть, как скажет мое руководство. Окей, Макс, я хочу чтобы... А, во-первых, такой вопрос. Только обещай сразу не бить меня. Про кабанечка вчера же? Нет, ну почти. Короче, когда я называю толкателей, метателей, бегемотиками... А, бегемотики. Так можно называть? А тебе не хочется убить меня и просто толкнуть мне ядро? Нет, 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 нет. Я наоборот вчера же посмеялся, так отреагировал на этот момент. Ладно, тогда скажи, что я в этом году впервые посмотрел на толкание ядра вживую в Брюсселе и проникся. Мне очень понравилась эта дисциплина. Почему? Как заинтересовать людей? Чем? Скажи, почему стоит смотреть? Ну это же всегда зрелищно, когда здоровые дядьки выходят, начинают зарубаться какая-то. Ну то же самое, как спринт, только в секторе с толканием. Тут каждая попытка, каждый сантиметр борьба идет, эмоции какие-то. Ну это реально весело смотреть. Почему тяжелую атлетику все любят смотреть? Почему не любят смотреть толкание ядра? Это интересно. А ты что любишь смотреть, кроме своей дисциплины? Из легкой атлетики, имею в виду. Сейчас вот недавно я полюбил длинные бега из-за Вовы Никитина. Он вообще красавец. Паша как не в себе парень. Из-за него полюбил смотреть 800, ну если 800 не бегает, но бегам начали нравиться. А также технические виды, конечно, в приоритете. А сколько ты максимум на тренировке пробегаешь? 400 метров. У меня просто начинают ноги забиваться, короче, стопы и кроножки и все. А велосипед там что-нибудь такое-то делает? Нет, ну я два раза в неделю спринтую по 60 метров, там раз по 8. Это жестко? Это жестко для толкателя. Сколько метров ты тормозишь? Метров 10-15. Метров 10? Слушай, а какой у тебя размер ноги? У тебя тут такие, конечно, эти... 46-ой. Ведроход, 46-ой. Вообще очень удобно и для моей массы. Не намного меньше моих спринтов. Можешь? Ну так вот, примерно. Ну нормально. Ладно, Макс, короче, радуй нас потрясающими прямыми эфирами. Приглашаю Илью, Иванюка и... Да, и его черного негра. Спасибо, Макс, ты лучший.